Кризис людей и кризис идей – это реальность политической сферы страны и Алтая в частности, главным образом для оппозиции. Выборная кампания этого года на Алтае, масштабная в республике, где выбирали главу и местный парламент, и локальная в край с довыборами в ОКЗС, показала укрепление правящей партии и ухудшение позиций всех остальных. Мне так же сказали, что сейчас не верят вообще никакой партии. Кампании 2019 и 2024 триумфальны для «Единой России». Больше 80% мандатов во всех регионах России взяты представителями правящей партии. А вот оппозиция с каждым циклом теряет и сторонников, и депутатские кресла. Даже главная партия в противовес правящей – КПРФ – этой осенью выиграла всего четыре округа во всей стране, три из них в Мосгордуму. Эксперты считают, что оппозиционные партии перестали поднимать серьезные темы и потеряли в позиционировании. Они идут либо с обсуждением больших федеральных проблем – мигранты, либо скатываются в выборах до уровней «засыпем лужу», «засфальтируем дом». Партии перестали задавать повестку через образы будущего. В этом плане вот этот консенсус, партийный консенсус, который в 22-м у нас начался, привел, вот сейчас, в 24-м, привел к тому, что образы партии размазались. Будет голосовать за тех, кто нам, извините, не тот, кто пообещал светлое губище, а тот, кто заделал нам ям возле… Лично, да. Более-менее партийные результаты, вот отдельные всплески этого года были там, где у оппозиции, я про оппозицию сейчас говорю, да, у оппозиции появлялись большой пул каких-то новых кандидатов с новыми идеями. Дефицит новых лиц тоже снижает интерес к партии и не привлекает новых сторонников. И в будущем это может сказаться и на численности партии, и на сменяемости, и на выборной явке. Впрочем, Оксана Молодых, которая выдвигалась на довыборы в АКЗС, наоборот, заметила интерес людей. Но на это есть причина. Была достаточно позитивная реакция, и я была, честно говоря, этому как-то удивлена. Потом пришла такая мысль, что, возможно, это просто не общий какой-то выборный год, а дополнительные выборы. И люди не перегружены вот этой информацией о том, что вот выборы, приходите там все, я кандидат 1, 2, 3, 4, 5, 7. Также участники обсудили, что выборы стали чище, а формат ДЭГа, к которому все больше привыкают жители, придется признать и оппозиции. Людям действительно удобен такой способ голосования. И если партии хотят выжить, придется признать новые технологии. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, День с толком.